Дорогие друзья, братья и сестры, тема нашего сегодняшнего разговора немножко необычная. Мы сегодня не будем комментировать какую-то книгу Ветхого или Нового Завета, а поговорим об одном из персонажей ветхозаветной, но и частично новозаветной истории. Речь идет о том самом седьмом от Адама Енохе, которому уделяется очень большое внимание в околобиблейской, апокрифической и новозаветной литературе. Воистину Енох, о котором рассказано в главе пятой книги Бытия тремя всего лишь стихами, оказывается на рубеже двух эр, христианской и дохристианской эры, настоящим таким каким-то полуангелом, мужем священным, божественным, знатоком каких-то высших тайн, и фигура Еноха оказывается такой очень мифологизированной и очень крупной. О том, как это получилось, почему получилось так, и откуда мы узнаем нечто реальное и маловероятное о Енохе, сегодня мы и поговорим. Итак, во-первых, имя Енох, в русском языке часто возникает ударение на первый слог Енох, ну, правильнее все-таки Енох, в еврейской библии Ханох, он читается, в Коране он тоже, этот персонаж встречается и называется Идрис, впрочем, в Коране он часто путается с то с Ильей, то он называется братом Ноя, ну, это неважно. Короче, в Коране тоже есть Енох, но он имеет имя Идрис. Вот, значит, это имя встречается в Ветхом Завете два раза, примитивно к двум персонажам, двум разным людям. Во-первых, это есть сын Кайна, так его и звали, тоже вот, Енох, отец Ирада, о котором сегодня говорить не будем. Вот, об этом Енохе, Каините речь сегодня не пойдет. А вот о человеке с таким же именем, ветхозаветным праотцем, потомком Адама и прадедом Ноя, вот сегодня мы и поговорим. Вот, значит, что мы знаем из книги Бытия, главы пятой, об этом праотце, об этом человеке. У нас есть три стиха, двадцать первый и так далее. Енох жил шестьдесят пять лет и родил Муфусаила, и ходил Енох пред Богом, по рождению Муфусаила, триста лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет, и ходил Енох пред Богом и не стал его, потому что Бог взял его. Все, в книге Бытия о Енохе больше ни слова. Вот, хотя этот самый текст, текст небольшой, объемом ограниченный, является очень любопытным и очень загадочным. И даже уже древние понимали или догадывались, или, может быть, вчитывали в этот текст то, что, видимо, какие-то важные факты о Енохе закодированы в этом повествовании. Что же является, ну, таким, не знаю, нелогичным или каким-то выдающимся в этом рассказе о Енохе? Ну, как минимум три вещи нужно выделить относительно этих вот стихов. Во-первых, Енох живет относительно мало, потому что все его окружающие родословию соседи и предки и потомки живут гораздо больше. Девятьсот лет, семьсот лет, восемьсот лет. И тут возникает непонятное маленькое число жизни Еноха. Итак, Енох жил мало. Дальше. Он жил странное количество лет. Триста шестьдесят пять. И для современного читателя, знакомого с этим числом, все понятно. Какое-то есть указание здесь на календарь, да, на солнечный календарь, солярный цикл. И число, указанное здесь до сегодняшнего дня, является числом, обозначающим продолжительность календарного года, да. Добавляется, как вы знаете, бывает еще одно, один день, там, высокостные года и прочие вещи. Но, в принципе, число, указанное здесь, оно нам знакомо, и Енох живет именно это количество лет, не больше или не меньше. Дальше. Два раза сказано о том, что Енох ходил перед Богом. Вот дословно. Ну, как можно понять? Вот как можно понять? Непонятно, да. Ну, вероятнее всего, имел какую-то праведную жизнь или, возможно, жил так, как будто бы вот Бог находится рядом с ним или там, или за ним, да, и постоянно видит, чем занимается его творение тот самый Енох. Вот. И, наконец, последняя вещь не стала его, потому что Бог взял его. О других людях родословие Еноха сказано, что они умирают, но про то, что Енох умер, не сказано. Возможно, древний автор имел в виду, что умер. Ну, вот так, условно, в духовном плане Бог его забрал. Это, как мы сейчас говорим, когда вот проповедуем там или какое-то говорим слово на отпевании, что Бог взял его, Бог его забрал, положил конец летом его земного бытия. Но тут эта фраза выбивается, потому что больше ни о ком из соседей правдословию Еноха об этом о них не говорится такими словами, что Бог взял их. Из всего этого возникает большое, долгое размышление. А что же все это означает? А кем был такой, таким Енох, что он вот имел такую маленькую, но очень в годах выверенную жизнь, при этом он ходил пред Богом, видимо, был очень таким вот хорошим человеком, и при этом он, видимо, не умер, а Бог его забрал. И в конечном итоге к веку третьему, второму, до новой эры, до христианской эры возникает, формируется огромная литература, из которой большая часть до сегодняшнего дня сохранилась, и эти объемы этих памятников, они не маленькие, они очень большие. Итак, какие памятники имеются в виду? Ну, конечно же, это есть так называемая парабиблейская литература, там, или околобиблейская литература, разного рода апокрифы, псевдоэпиграфы, то есть сочинения, которые были связаны с Библией в отношениях жанровых, в отношениях тематических, и, самое главное, эти книги либо рассказывали о персонажах, о персонажах Ветхого Завета, Торы в основном, либо они даже были приписываемы этим людям. Вот, значит, и вот в этих самых сочинениях, сейчас я скажу их название, положение енох оказывается каким-то очень выдающимся. Ну, вот какие книги, например? Книга юбилеев, там, или Завет 12 патриархов, или кумранский апокриф книги бытия, вот, либо три книги еноха, о которых мы знаем, они до нас дошли, впрочем, как правило, в переводном варианте. Это есть книга первая, еноха, или по-другому енох эфиопский, потому что на эфиопском языке сохранилось все это. Во-вторых, это есть славянский енох, перевод утерянного сочинения вторая книга еноха на аж славянский язык, и это есть более позднее, уже раннесредневековое сочинение, которое называется третья книга еноха, или по-другому енох еврейский. Вот, значит, это все литература апокрифическая, или парабиблейская, вот, псевдоэпиграфы, уж точно, но в каноне книг Ветхого Завета церкви эфиопской первая книга еноха считается писанием. Это писание, это есть, воспринимается как боговодохновенный и, наверное, судя по положению в каноне, аутентичный текст, то есть реально приписываемый, приписывающийся допотопному працу еноху. Что же в этих памятниках говорится о енохе? Ну вот, например, значит, говорится о том, что енох, это книга юбилеев, является тем, кто даровал человечеству такие вещи, как письмо, знания, науки, мудрость. Вот, и самое главное для книги юбилеев, и вообще-то книга юбилеев посвящена этому вопросу, енох научил людей, научил окружающие народы правильному правильному календарю. И как будто он выступает каким-то человеком, доделывающим за бога его работу, потому что бог научил людей делению времени на недели, да, вот, семь дней, семь дней, семь дней, а енох доделал эту работу, создав понятие месяц, год, юбилей, то есть 50 лет или 100 лет и так далее. И вот енох выступает таким настоящим библейским прометеем, потому что он спускается на землю и потому что он учит людей чему-то важному. Дальше. Книга первая еноха заслуживает особенного внимания, потому что книга первая еноха, это есть огромное сочинение, насчитывающее больше 100 глав, это есть объемный текст, о котором знали ученые и мыслители и специалисты очень давно, но этого текста не было, да, какие-то были разные фрагменты, вот, разные кусочки, цитаты были пространные, и всем было понятно, что текст очень загадочный, очень такой интересный. Покуда в конце 18 века европейский ученый не обнаружил, не нашел, вот тот самый текст книги первого еноха, но на языке эфиопском, это был эфиопский текст. И вот этот текст изучается, исследуется, выясняется, что это есть собрание, антология из пяти разных книг, где есть общий персонаж, тот самый енох, который является героем этих рассуждений и автором этих повествований. И вот, что мы находим в этой книге еноха про самого еноха. Ну вот, например, он является тем, кто выступает посредником при откровении, то есть бог общается с енохом, точнее, с народом, с человечеством посредством еноха. Дальше выясняется, что у еноха странная биография. Однажды он был вот около бога, да, он там узнавал тайны какие-то, он был посвящен в тайны ангелов. Потом он оказывается частью этого родословия, частью адамитов, либо сефитов, вот предком Ноя, и он учит людей всем этим тайнам. Потом, как мы с вами знаем, он не умирает, а он на небеса богом возносится. И тем же он является на небесах, этот самый енох. Проходя сквозь небеса, сквозь эти ярусы, где живут разные ангельские категории существ ангельских, он чему-то учится. И для того, для такой степени он оказывается мудрым, обученным, наученным, что оказывается на небесах самим секретарем, лепищем, каким-то, не знаю, визирем, что ли, каким-то помощником, заместителем самого бога. И сидит от бога, вот как вот, как знакомое нам выражение, по правую руку, там или одесную. Более того, об этом рассказывает нам уже книга вторая еноха. Енох оказывается существом таким каким-то полупожественным, потому что он получает имя, священное имя, метатрон, то есть находящийся около престола божьего или за божьим престолом. И в этом отношении он является таким же проявлением бога в мире, каким является божья слава, шихина, или мудрость, хокма, либо божье слово, давар, яхве, вот, либо мемра, такое было понятие. То есть то, что с богом связано, является в этом отношении полубожественным, но при всем при этом обращено к миру, то есть посредник в отношениях между богом и человечеством. И вот таким вот существом, высшим, чем даже сами ангелы, оказывается наш енох. Потом возвращаемся к книге первого еноха, рассказывается о том, что ангелы пали, толкуется, интерпретируется глава шестая книги бытия о том, что вот ангелы сошли на землю, такие сонавья божьи они называются, и сошлись с дочеремя человеческими, и получилось племя негантов, асполинов и так далее. И вот бог выступает как судья, но еноха датайствует, то есть еноха датай за падшие осуждаемые, осужденные богом творения. И вот возникает удивительная такая ситуация. Есть кто-то, человек, имевший предсуществование, родившийся вот на земле, учитель народов, носитель божественного знания, ходатай за народы, избежавший кончины, настоящий, избежавший жизни в Шиоле, вознесшийся на небо, восседший одесною бога, и вот енох оказывается таким персонажем. Ну, это все, да, замечу, это литература, конечно же, иудейская, это иудея, ну, какого-то толка неортодоксального, далекие, возможно, и от раввинов, и от садукеев, и от фарисеев, но от всех далекие. И вот они вот рассуждают о персонажах Ветхого Завета, они богословствуют и используют фигуру еноха в своих конструкциях богословских. Вот, значит, разумеется, формирующаяся традиция толмурическая и первой раввины все это восприняли с некоторым недоумением, и возникает такая негативная оценка еноха именно как попытка бороться, да, или как-то контролировать эту вот разросшуюся традицию, традицию богословскую о енохе. Раввины говорят о том, что, ну вот, а что необычного? Он был обычным человеком, грешил, каялся, грешил, каялся, и чтобы он не умил в ситуации греха, Бог и полагает конец его жизни на хорошей стадии его развития, да. Никуда Бог его не взял, он, как и все, умер, и вот выражение «Бог взял Бог себе» служит лишь констатацией его кончины, и не более того. Но в традиции христианской все эти рассуждения о енохе встретили большой интерес, и традиция енохическая, она очень быстро оказалась частью, она была сохранена, она была зафиксирована, она переписывалась, эти памятники переписывались христианами именно традиции христианской. Ну почему так? Или, допустим, в чем это выражается? Ну вот выражается, допустим, в Новом Завете, да, потому что в послании Иуды, Иуда использует первую книгу еноха как священный текст, говоря так, как прочувствует енох седьмой от Адама, и там дальше большая цитата возникает. То есть для Иуды, для апостола Иуды, енох это есть известный пророк ветхозаветный, создавший авторитетный, уместный для цитирования текст. Ну и там еще есть две цитаты, точнее две ссылки на традицию еноха в послании Иуды. В послании к евреям, глава 11, читаем такие слова. «Верую енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Дальше рассуждает автор документа известными нам словами. «А без веры угодить Богу невозможно», и так далее. Для автора этого документа енох как иной, который будет потом разбираться, обсуждаться, фигурировать в контексте проповеди этой, является фигурой очень близкой и актуальной. Потому что, как и христиане, енох Богу угодил и был к Богу близок, хотя жил до Моисея. То есть, видимо, был необрезан, и, видимо, не знал законов кошерной пищи, не знал про субботствование, или знал, но как-то вот по-другому соблюдал. Короче, был как христиане, необрезанный, не соблюдающий законы книги Левит и так далее, и при всем при этом он был Богу угодным человеком. И в этой связи христиане, по мнению автора «Посланник евреям», имеют право на такое енохическое благочестие. Ну и в дальнейших христианских апокрифах и в книге «Апокалипсис» христианского Нового Завета енох фигурирует очень активно. Почему так? А потому что христиане увидели вот в этой мифологии, в этом богословии о енохе нечто очень близкое, понятное и знакомое. Ну, конечно же, все это было, как думали христианские авторы, таким предчувствием, таким пророчеством то, что было со Христом. А именно, Христос, Господь, Божье Слово, имел присуществование, был изначально с Богом, потом однажды воплотился, жил с народом, учил народ, сообщал народу возвышенные божественные знания, потом, ну да, потом была кончина, реальная смерть, но в Шеоле Он, Христос, не задержался, прошел сквозь Шеол, разрушил врата смерти и был на небеса вознесен, и в дальнейшем он воссел, как енох, ну енох, конечно же, на уровне теории, на уровне фантазии, богословской, творческой какой-то рефлексии, религиозной, философской, а Христос реально воссел по правую руку от Бога. И в этом отношении традиция еноха оказалась христианской традицией, очень такой родной, близкой и была очень быстро инкорпорирована в разные христианские памятники, такие как вот некоторые сочинения новозаветные, на еноха ссылается Тертулиан, Климент Александрийский, Псевдоклементины, очень памятник интересный, буквально кусками цитируют нам или как-то пересказывают сочинение первой книги еноха, ну и так далее. Короче, в режиме нашего сегодняшнего небольшого разговора, мы и лекции. Енох, персонаж, о котором было сказано в трех стихах головы пятой книги «Бытия», сказано лаконично, но очень загадочно, очень так вот, как будто бы зашифровано, вот, он оказался важным элементом развивающейся иудейской мысли и в дальнейшем породил огромную, богатую, сложную литературу, в которой рассказывалось о енохе, либо рассказывалось что-то от имени того самого еноха. Для формирующейся традиции реванистической, которая привела к формированию Талмуда и в дальнейшем стала таким магистральным течением в иудаизме, все это было не очень понятно, не очень близко и слишком фривольно в отношении богословском. Поэтому енох фигурирует не очень активно, не очень он представлен в Талмуде. А вот христианам все это показалось очень интересным, все это показалось очень близким, заманчивым, потому что все это предсказывало, как-то вот пророчествовало о Христе и его судьбе. Спасибо за внимание, помог нам в этом разобраться в сюжете портал экзегет.ру. Меня зовут священник Алексей Волочков, Феодоровский собор, Петербург. Спасибо за внимание.